Свои 60 с лишним они выходят на подиум и покоряют зарубежную публику. Алматинские опашки доказывают, что моделью можно быть в любом возрасте. Они уже принимали участие в показах в Милане и Венеции, где представили национальную одежду и вызвали восторгу зрителей. Как на пенсии быть на пике славы, узнавала Айгуль Мухамбетова. Алматинские опашки покоряют фэшн-индустрию. Между заботой о детях и внуках они нашли время на себя и доказали модельному бизнесу, как и любви, все возрасты покорны. Идейный вдохновитель проекта Алматы Ажилеры Зина Ищанова. Она сама модель и бабушка шестерых внуков. Среди наших услугополучателей, а их у нас 2500 женщин, мы решили отобрать самых красивых, самых стройных, интересных. В нашей группе очень разные женщины, женщины состоявшиеся. Кто-то из нас был финансовым директором, кто-то работал в государственных структурах, кто-то был учителем. У нас даже есть полицейские. Этой осенью возрастные модели впервые покоряли мировые подмостки. А пашки приняли участие в показе мод в Италии – Милана Фэшн Уик, где продемонстрировали всю красоту национальной одежды от казахстанского дизайнера. Им рукоплескали в Милане и Венеции. А наряды восхитили даже избалованных фэшн-новинками итальянцев. Все модели в команде «Алматы» Ажелерэ старше 61 года. Самый возрастной – 75. Многие и не думали, что когда-то будут блистать на подиуме. Я к музыке и к искусству вообще далеко от этого была. И у меня такая специальность – я инженер-строитель. Об этом любая женщина мечтает, да, подиум. А чтобы оказаться на подиуме – это как бы нереально. И когда я шла в Милане, я была самой, наверное, счастливой. Потому что даже в таком возрасте это возможно. А для некоторых модельный проект «Алматы Ажелерэ» стал возможностью вновь окунуться в давно забытое прошлое. Когда-то давно, в 89-м году, я участвовала в конкурсе «Мисс Алмата». Ну, я там заняла приз зрительских симпатий. И поэтому, когда я окунулась вот в эту опять атмосферу, в которой была в молодости, конечно, у меня вот вторая молодость приходит к тому, кто первую сберег. Конечно, самые преданные поклонники взрослых моделей – их дети, внуки и даже правнуки. В этом возрасте начинается самая такая яркая жизнь. И наши внуки, дети, внуки, они нами гордятся. Меня внук называет «Ажека мечта». Творческие планы у опашек моделей – самые грандиозные. Как минимум, снова покорить Европу. И это доказывает, что современные бабушки еще готовы дать фору молодым. Айгуль Мухаммедова, Мадишен Гыс, Алматы, Первый канал Евразия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова